Всем привет! В эфире Матрица. Первая в Центральной Азии молодежная программа, рассказывающая об интернет-сервисах, гаджетах и людях, которые все это придумывают и используют. В студии Даниэр Даутов и Алена Цихоцкая. Смотрите сегодня в программе. Ваш смартфон устарел, а на новый не хватает денег? Что же делать? В сегодняшнем выпуске я расскажу вам о том, как вдохнуть вторую жизнь своему еще не успевшему состариться, но уже отнюдь не новому смартфону. Что нужно для праздника? Конечно же, угощение. Для приготовления индейки нам нужна, собственно, сама птица. В наших краях индейку достать трудно. У нас курица, майонез, соль, чеснок, лук, приправа, масло и, конечно же, картофель. А еще нужны гости. А вот и мои гости. Друзья на другом конце планеты, в Штатах. Несмотря на расстояние, интернет и скайп позволяют мне отмечать с ними праздники. Как провести праздник, не рассаживая гостей за столом? На связи с Матрицей Греция, Америка и Казахстан. Коничуа. Чего только не сделаешь ради того, чтобы завоевать сердце красавицы. Горе романтики. Что они находят в интернете? И как глобальная паутина помогает наладить личную жизнь? Наша постоянная рубрика найдена в сети. Даник, плати! Стой! Не ходи туда! Это слишком дорого! Даник, качай! Даник, плати! Не ходи туда! Тебя придется заплатить! Даник, качай! Даник, плати! Ты представляешь, мне сом приснился. Ой, сейчас дух переведу. Как будто в качалке занимаюсь, и ко мне подходит какой-нибудь инструктор, качок, я не знаю кто. И говорит, плати, плати. За что платить? Реально не знаю. Денег-то нет у меня. Представляешь, а мне тоже снилось, что я в окружении платных ссылок. И шагу некуда ступить. Просто замкнутый круг какой-то, выхода из которого нет. Может, нам отпуск уже пора взять? Может, мы с ума сходим? Уже сны похожие снятся. Если бы мы с ума сошли, то не оба сразу. С ума по одиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеете. Слушай, если все так и будет, как в том нашем сне, когда все в сети станет легальным и за деньги, я же так никогда себе на новый смартфон не накоплю. А мне уже с этим и по статусу не положено. Я же как-никак ведущая матрицы. Ох ты, ел. Ну, ведущая матрица, а все еще глупая. Зачем тебе новый телефон, если старый можно реанимировать? Как? Ну, просто. На программном уровне. Тебе для этого понадобится программка. Правда, ее нужно будет купить. Ну, или скачать пробную версию на время. Наш высокотехнологичный скоростной век, мода на различные мобильные гадости, такие как планшетники, КПК, коммуникаторы и смартфоны стала весьма заурядным явлением. И даже необходимостью. Нужно быть постоянно онлайн, быть более оперативным и мобильным. Рынок подобных устройств перенасыщен. Зачастую мы даже не успеваем истратить ресурс своего девайса, как выходит очередная новинка. Более современная, напичканная новыми удобными фишками и сервисами. Разумеется, не все готовы каждые несколько месяцев выкладывать деньги на покупку нового телефона. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам о том, как вдохнуть вторую жизнь своему еще не успевшему состариться, но уже отнюдь не новому смартфону, установив одну очень полезную программу SPB Shell 3D, или, как еще ее называют, SPB Mobile Shell. Автор программы – международная компания-разработчик приложений для мобильных устройств. SPB Software выпустила программу-оболочку для операционной системы вашего смартфона, которая предлагает улучшенный интерфейс и более глубокий контроль. Ее преимущества мы покажем на примере OS Symbian 9.4, используя популярную в свое время, но уже устаревшую модель смартфона Nokia 5800 Express Music. К слову о платформах. SPB Shell может работать на трех видах мобильных OS. Кроме вышеназванной Symbian, в список входят также Android и Windows Mobile. Для каждой системы предназначена своя версия программы. На сайте разработчика Официальная версия SPB Shell стоит 15 долларов. Нам уже на пробное. Поэтому заходим на ру-сайт поклонников финского бренда allnokia.ru, скачиваем двухнедельный трайл, устанавливаем приложение на телефон, запускаем его и вуаля! Скучное однообразное меню родной OS Symbian сменилось ярким, красочным и удобным интерфейсом программы-оболочки SPB Mobile Shell. Первое, что нужно отметить в функционале SPB Shell, возможность создания до пяти настраиваемых рабочих столов, и это очень удобно. Огромное количество виджетов, которые также легко настраиваются и редактируются. Базовые, такие как журнал пропущенных, календарь, погода, часы и так далее. И пользовательские. Можно установить ярлык на любую программу, приложение, пункт меню или файл. Можно сменить скин самого виджета, его местоположение, что весьма эгономично. Например, виджет для блокировки клавиатуры мы настроили под большой палец левой руки. Очень удобный менеджер беспроводной связи, все в одном месте. Wi-Fi, Bluetooth, мгновенный переход на режим полета для тех, кто часто путешествует или бывает в командировках. Кстати, о путешествиях. Если вы много ездите по разным странам, часто меняете города, вам придется по душе пункт меню SPB погода. Показывает прогноз на несколько дней вперед. Здесь отображается не только температура по Цельсию, но и скорость, и направление ветра, давление в миллиметрах ртутного столба, влажность воздуха. Есть свои настройки. Можно сменить город. Программа моментально обновляет информацию. Другой удобный сервис SPB Shell. Расширенное меню SPB контакты. Есть избранный, где можно просто назначить фото на часто вызываемые контакты. Клавиатура, которая действует по принципу T9, что намного удобнее, чем искать нужную вам букву в обычном списке контактов 58.00. Пробуем искать Алексей. Набираем «Але». Вот вышло несколько вариантов. На английском и на русском. Все эти вкладки и избранные контакты, все контакты и список вызовов можно листать, а можно просто переключать кнопками. Кому как удобнее. Ну и, конечно же, неотъемлемым преимуществом SPB Shell является ее красочно-оригинальный дизайн, который вы получаете вместо обычного скудного меню 58.00. Для ценителей эстетики, если надоел и этот дизайн, всегда можно изменить внешний вид SPB Shell, скачать новые скины. Все, что душе ваше угодно. От андроидоподобного скина а-ля Samsung Galaxy до эмулятора HTT Sense и Windows Phone 7. Конечно же, как и в любой программе, в SPB Shell не могут быть одни плюсы без каких бы то ни было недостатков. Читая отзывы на форумах, наталкиваешься на различные мнения, в том числе и негативные. Кому-то не нравятся дизайны функционала SPB-календаря, других не устраивает незначительное повышение расхода заряда батарей, ведь вся эта красивая анимация действительно требует больше энергии. Впрочем, любители патролить какое-либо новшество найдутся всегда. SPB Shell потребляет большое количество оперативной памяти и потребляет ее с большим аппетитом. Но это неизбежный фактор, потому как приложение не является, собственно, прошивкой для какого-то конкретного телефона. Это лишь программная оболочка для готовых мобильных ОС, таких как Symbian или Android. Мое мнение, 58 до 0 потребляет хорошо функционирует в режиме SPB Shell. Как у любого софтверного продукта, у SPB Shell есть свои пиратские копии в интернете. Решаясь на установку такой незарегистрированной копии, вы делаете это на свой страх и риск, а также имеете шанс разочароваться в программе, ибо ломаные версии не всегда корректно функционируют. Да, у меня ломаная версия, я этого не скрываю. Ну, что сказать, попадаются версии с ошибками в интернете, об этом часто пишут. Но тут уж как у с них повезет. Мне, видимо, повезло. Но лучше качать официальную версию, потому что скачаете вы пиратскую версию, а в ней скрытая версия. Будете ли вы устанавливать на свой смартфон официальный софт или пиратскую копию, решать вам. Тем не менее, ценности и полезности SPB Mobile Shell очевидны. Вот что по этому поводу сказал директор по производственным операциям компании SPB Software Василий Филиппов. Все зависит от того, насколько программа полезна. Пользователи готовы платить за приложение, если понимают, в чем его ценность. SPB Shell хорошо продается, потому что это интерфейс, который действительно делает смартфоны в энное количество раскруче и удобнее. Это очевидная польза. Не нужно покупать новый девайс, зато можно заплатить за программу, позволяющую его значительно улучшить. запомнить. Запомните эти ссылки. Сайт компании-разработчика SPB Software SPB.com Официальный форум SPB Club.com А также RU-сайт поклонников финской марки Nokia, где вы можете скачать пробную версию приложения allnokia.ru Даник, дай телефончик, пожалуйста. Зачем? Ну, на моем деньги закончились, а у меня сегодня у подруги день рождения. А, ну, ладно, конечно. Подруга святое. Ой, тебе смс-ка пришла. Спасибо. Что там? Ух, ёшкинку. Сейчас быстренько. Подожди. Даник, в чем дело? Мы программу еще не закончили. Ты что? Ну, попросили... Ладно, объясним. Попросили выступить клоуном на детском празднике. Ну, как же я могу отказать? Даник, я тебя на правах вступившей в должность ведущей никуда не отпускаю. И потом, у нас же хай-тек программа. Не мне тебе это говорить. Прими участие в праздники через интернет. Ну да. А как же вкусный тортик? Как я его заработаю таким образом? Даник, тортики я тебе и сама спеку. Алима тебя сейчас научит остальным премудростям. Пять лет назад я жила в Америке. Училась там в школе. Другие люди, другие нравы, другие праздники. Главный из них День Благодарения. Помните, в предновогоднем кино герои гонялись за индейками главным блюдом стола? И пусть после поездки в Штаты прошло уже пять лет, я продолжаю праздновать День Благодарения каждый четвертый четверг ноября. То есть сегодня в день наших съемок. А значит, сегодня я буду готовить индейку. И у меня будут необычные гости. Комментировать, не комментировать слов? Комментировать слов нет. Новый год семейный праздник. Преподаватель начальных классов Галина проводит его в кругу своих близких. Собак Круза и Василисы и единственной дочери. Все ее любимая. Да, сыночек? Одевайся, одевайся. Лика, сейчас Лика будет. Мы Лику сейчас увидим. Сына, подожди. Лика, где Лика? Одевается Круза. Круза будет Лику смотреть. Лия, о которой идет речь, в прошлом ведущая Матрицы. Всем привет! В эфире Матрица. Все о мире IT, современных гаджетах и их пользователях. Полгода назад она уехала из Казахстана в Грецию учиться. И теперь Галина видит дочь благодаря веб-камере. Составить компанию Галине пришла подруга Лии Маша. Она помогала готовить традиционные праздничные блюда. Кстати, что же там с нашей птицей? Для приготовления индейки нам нужно, собственно, сама птица. В наших краях индейку достать трудно. У нас курица, майонез, соль, чеснок, лук, приправа, масло и, конечно же, картофель. Начинаем готовить. А за новогодним столом все готово. Видеочат настроен. Все, как если бы дочь сидела за этим столом. Но Лия за тысячи километров, что никак не помешало ей самой подготовиться к видеоскайп-торжеству. Она елку нарядила и манты приготовила. Как в этот раз пришлось своими руками сидеть? Не мама. И елку сама нарезала, и я где сама нарезала. Тот, три, шесть, пять. С Новым Годом! С Новым Годом, доченька! Целую тебя! Мамочка, мальченька, с Новым Годом! Без Лии очень какой-то такой получается у нас, ну, даже не скучный Новый Год, а одинокий. Вот она. Хорошо, что есть такие новые технологии, как скайп, там, мейл.ру агент, по которому можно связаться в любой момент и увидеться, поговорить, потому что мы очень скучаем. Вот за восемь лет нашего общения первый Новый Год мы не вместе. Кстати, если еще кто-нибудь издалека захочет поздравить эту семью, может присоединиться. В групповом видеочате скайп могут участвовать от трех до десяти человек. Правда, за удовольствие придется доплатить до семи евро в месяц, хотя это гораздо дешевле ежедневных звонков на мобильный. Подобные функции предлагает и Google+, а для обычного чата для двоих удобен и мейл.ру агент. Ой, прям в компьютер говорить? Баба, привет! Самый ответственный момент в приготовлении индейки фаршируем. На праздники люди столько времени и сил тратят на приготовление блюд и сервировку стола, что забывают, зачем все это надо было. А мы запекаем. Вкусности, сладости это лишь одна часть настоящего веселья. Не забудьте о развлечениях. Яркий праздник может организовать любой из вас через интернет. Я хочу, чтобы у меня на день рождения был Чек-Воробей. Вообще-то капитан Чек-Воробей. Это мой любимый персонаж. У семьи Назаргалиевых сегодня важное событие. Их дочери исполняется 12 лет. Организовать вечеринку самостоятельно нет времени. Нужно сделать так, чтобы дети остались довольны, да еще и затратить на это минимум времени и средств. В интернете в поисковике я стала искать организацию детских праздников в городах воды. И нашла. Заказы на организацию праздников специализированные агентства давно принимают в режиме онлайн. Демо-версии мероприятий в сети гарантируют в точности воспроизвести оффлайн. От одного пирата у вас на дому А пираты в интернет сидят? Конечно. До грандиозного пиратства на выезде. Заказать сейчас какую-то услугу предоставляемую ивент-агентством достаточно просто. Можно просто зайти на сайт агентства, просмотреть видеоархивы, фотоархивы, прочитать подробное описание, выбрать услугу, созвониться с операторами и заказать ее. К примеру, наше агентство базируется во всех социальных сетях, что достаточно упрощает процедуру заказа услуги. Вау! Но если так, то по интернету и индейку можно было бы заказать, это бы лишило меня всех проблем с поиском. Однако, еще один важный компонент настоящего праздника – гости, которых у меня сегодня, видимо, не будет. Кого? Кого же пригласить на праздник? Совсем некого? Возьмите на прокат. Такие услуги давно пользуются популярностью в Японии. В базе подобных агентств до тысячи человек. За определенную сумму гость может побыть вашим сотрудником на вечер или даже супругом. Еще несколько тысяч лен. гость может даже спеть или станцевать. И я! И я! И я того же мнения! И я! 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 Возвлекательные мероприятия от походов в горы до дискотек, Хэллоуин и так далее больше, чем за все свои 30 с чем-то лет жизни. Я вот вам могу сказать. За вот этот промежуток 6-8 месяцев. Это первое. А, естественно, для людей, которым в силу разных причин трудно знакомиться, коммуницировать с людьми другими в офлайн, через Фейсбук я нашел много новых друзей, с которыми, скажем, у нас есть какие-то идеи уже вместе, да, или мы вместе куда-то ходим. Вкус к праздникам. Его ведь тоже надо развивать, убежден Запад. 35-летний пользователь сейчас чувствует себя молодым и неспроста. То есть походы в кинотеатры, сборы на свежем воздухе, там, ботанический сад, игра «Мафию», знаменитая, которая сейчас идет везде, и, естественно, дискотеки, да, сейчас там по поводу и без повода. А вот и мои гости. Друзья на другом конце планеты, в Штатах. Несмотря на расстояние, интернет и скайп позволяют мне отмечать с ними праздники. Я имею что-то для вас, здесь. Конечно, нам ничего не заменит близких людей, когда есть повод собраться за одним праздничным столом. А если вы где-то далеко от родины, там, где никто не понимает смысл вашего национального праздника, ничего страшного. На расстоянии! Ура! С другой стороны, в этих праздниках по интернету есть один огромный плюс. Ты точно знаешь, что твою ножку от курочки раньше себя никто не уведет. Готовы начать? Чего? Жми «Да». Ну да. Моргайте, быстро-быстро, 30 секунд. Давай, моргай. Так, теперь крепко зажмутись на пару секунд, а потом еще на пару секунд и еще полминуты. Ты что тут устроил? Погоди. Вращайте глазные яблоки. Один оборот по часовой стрелке, другой против. Даник, ты мне из программы медицинский кабинет тут не устраивай, давай. Я тебе пытаюсь упражнения для глаз подсказать, ну, чтобы они не уставали. Да ладно, поняла я уже все. Давай, говори адрес сайта и представляй рубрику. Сайт глаз.фритоник.ком. А рубрика у нас на очереди найдена в сети. Коничева. Чего только не сделаешь ради того, чтобы завоевать сердце красавицы. Хм, поищу-ка я пару романтических фокусов. А пока я их буду искать, вы посмотрите, что ищут и самое главное, находят в сети более продвинутые юзеры. Злобин Юрий, компания Интерпенд Казахстан. Кинопоиск. Почему я использую кинопоиск? Потому что это сайт, даже у официальных источников иногда нет картинок, а там уже все появляется. Единственное, жаль, мы не можем использовать их материалы, как свои, потому что ждем официального выхода. Но, тем не менее, кинопоиск является темным ресурсом, который необходим нам, который необходим как простому пользователю, так и профессионалу. Начнем с элементарного. Ознакомиться с фильмом, до скачать ролик и многие кинотеатры по Казахстану именно вот ролики с кинопоиском берут. Вы можете увидеть фирменную заставку кинопоиска русскоязычной версии. Привет! Меня зовут Нур Али. Я из города Алматы. Я блог. Я сегодня хотел вам рассказать о интересном веб-сайте, даже о сервисе, который называется Futubra. Это аналог Твиттера. Но главный его функционал заключается в том, что он более мультимедийный. То есть, в отличие от Твиттера, на нем можно указывать свое местоположение в режиме онлайн. То есть, где бы вы ни находились, можно указать это на карте. Также можно на нем указать мероприятия, которые будут проходить в вашем городе. и в нем в режиме онлайн можно получать сообщения. То, где был, фотографии и много очень интересной информации. Здравствуйте! Меня зовут Коновалов Евгений. Я гитарист Самовочка. Играю на гитаре с 16 лет. И хотел бы вам рассказать про интересные сайты, посвященные именно гитарному искусству, так называем. Есть такой сайт amdm.ru Там вы можете найти популярные аккорды простых песенок. Ну, вообще, большинство песен, которые вам нравятся, вы можете там найти. Также можно найти mp3 интересующие песни, слова песен, скачать аккорды и табулатуру в формате GDB. Ну, я готов. Натайхита, вайхита, Хацумама. Аригато. Видимо, не той ссылкой воспользовался, друзья. Ищите информацию на правильных сайтах. У нас на этом все. Если что-то не поняли или не записали, ищите на сайте matrix.defisay.tv Новый выпуск программы через неделю. С вами был Даниил Ардаутов и Алена Цихотская. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Алена Цихотская. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...